В зимние морозные дни, особенно теплыми и светлыми, кажутся воспоминания о прошедшем лете и о совершенных добрых делах. В июле по благословению митрополита Сергия в поселке Береза Самарской области при храме Николая Чудотворца прошел семинар для священнослужителей, педагогов воскресных школ и детских образовательных духовно-просветительских центров. Посвящен он был формам приходского попечения о детях. Конкретно эта формулировка взята из синодальных документов, которые сейчас так называют церковную работу с детьми. Есть совершенно характерный для лета сегмент работы с детьми. Это лагеря, стационарные, палаточные летние лагеря и походные формы автобусного паломничества. И они имеют такую свою организационную специфику сложности технические, которые нам нужно было разобрать с участниками, подразумевалось и было осуществлено. Сегодняшние реалии таковы, что недостаточно говорить только о содержании деятельности воскресной школы или духовно-просветительского центра. Необходимо посмотреть на присутствие детей в церкви во всей полноте. Ведущий лектор семинара иеромонах Геннадий Войтюшко говорил о важности создания на приходе благоприятной, расположенной к ребятишкам среде. И здесь он выделил пять основных направлений. Прежде всего, надо обратить на развитие духовной жизни. Второе – это вопросы наставления веры. Третье – это межличностные отношения, иерархия отношений. Четвертое – это инфраструктура прихода, в которой дети пребывают. И пятое – эмоциональный фон. На семинаре подробно разобрали проблемы и вопросы, которые возникают применительно к каждому из этих блоков, и конкретные шаги, которые необходимо предпринимать на пути их решения. Молитвенное правило для детей и подростков. Не надо навязывать, надо помогать, подсказать, что это интересно, что может быть в этом его тоже творчество. Я рекомендую, особенно детям, если те молитвы, которые написаны, использовать на русском языке. Детская исповедь. Что полезно? Родителям начинать подготовку ребенка к первой исповеди за благо временному. За недели, за дни, не сразу после него. Предупредить священника о первой исповеди. Перед первой исповедью важно помочь и разобраться, готов ли ребенок к ней. Потому что индивидуальные особенности – психическое мунице, развитие духовного. Понятно, что надо объяснять ребенку значение, смысл этого танца, для него лично. Но священник должен понимать, знать этого ребенка. Поэтому так важно выделенный священник для детей, которые знают, как этот ребенок живет. Но если мы видим, что что-то пошло не так в отношении их, они в коем случае не навязываются. Еще один гость семинара из Москвы, Оксана Куропаткина, рассказывала о субкультурных течениях в молодежной среде и об организации евангельских групп в летних лагерях. Речь шла в том числе о сериалах, популярных фильмах, мультфильмах, которые смотрят подростки. С одной стороны, прославляется герой, интроверт, социопат, которому абсолютно наплевать на окружающих и на их мнение. А с другой стороны, противоположный тренд. Рядом с таким героем обязательно находится тот, кто его любит и принимает. И очевидно, в том числе и для самого героя, что без этого человека-любца выжить он не может. Я рассказываю, как ориентироваться в современной культуре, что нужно посмотреть. Это все важно, но вторично. Первично, это искренний интерес. Но по-христиански, высоким штилем говоря, это любовь. То есть вот это желание, вот это понимание, что вот тот человек, который рядом, большой он или маленький, это тот человек, который тебе интересен. И ты хочешь понять, чем он живет, почему он так думает. Десять раз ты с ним не согласен, но если он тебе интересен, то он обязательно на это откликнется. Когда уходят дети. Тема для каждого из родителей эмоционально тяжелая. Что важно знать взрослым, чтобы предотвратить беду. Обсуждали на вечерней беседе у костра. Мы рассказываем на своих мероприятиях детям, кто такой свой, кто такой чужой. Вот кто не родитель, это чужой. Родная сестра мамы, родная сестра мамы, это чужой человек. Медсестра в поликлинике, куда ты ходишь каждый день, это чужой человек. Свои это мама, папа, бабушка, дедушка. Бабушка по маминой, бабушка по папиной. Ну то есть, вот, брат, сестра. Есть правильный вот такой вот подход. Пойти в лес, покричать с ребенком. Потому что у ребенка стоит четкая табуха. На самом деле, да, на самом деле мы учим детей кричать даже не там. Когда мы проводим для них мероприятия в школах, да, мы их учим кричать прямо в классе. А рут, это они играют. А груд, это они играют. Когда попросишь, когда попросишь, он не будет кричать. И когда будет опасность, ребенок не будет кричать. Почему? Потому что мы, взрослые, приучиваем их к тому, что молчи. А это действительно необходимость. Первый крик, вот этот подача сигнала, он может просто отпугнуть человека. По плану семинара прошли лекции по другим, не менее актуальным темам. А также тренинги, мастер-классы по больничной клоунаде и колокольному звону. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вершиной семинара стала ночная литуция. В честь памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По окончании семинара дети вместе с родителями и педагогами приняли участие, приняли участие в семейном выезде. Разбили лагерь в живописном месте Борского района. Для взрослых это стало возможностью закрепить, применить на практике полученные во время семинара знания, а для ребят отдохнуть с пользой для духовного развития. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лиза Алерт. Лиза Алерт. На дороге, на дороге, спросите, там есть одна дорога. Один из главных смыслов, которые вложили организаторы в мероприятие – свобода и ответственность. И он нашел свое отражение в спектакле театра «Преображение». Эта постановка Татьяны Очаликовой была посвящена святому Александру Невскому, его житию и подвигам, как яркому духовному и патриотическому примеру для подростков. Хочу, чтобы русский князь Александр узнал. Я, Ярлбергер, уже в твоей земле. Опустошаю ее. И хочу взять ее в плен. И тебя. Бейся со мною, если смеешь. Но, государь, не лучше ли будет внезапный натиск? В самом деле, стоит ли предупреждать врага? Хм, Русь опустошает полчища татар. Она обескровлена. Сейчас самый благоприятный момент. Шведское войско вошло в русло реки Невы и выстрелилось на берег. В каком месте? При падении в него реки Эжоры. Войско многочисленное, дело ратное, знающее. Предводитель Ярлбергер. Взять шведского короля. За князя нашего, за отечество. Слава князю! Александр Невский – это такой очень настоящий, живой персонаж. В первую очередь, не какой-то картинный, лубочный. Это в каком-то смысле даже где-то трагичный. Эта фигура, значима именно способностью делать непростой, очень сложный выбор. Иногда неприятный и непопулярный. И нести за него полную, всецелую ответственность. Мы видим некую пассивность мирян. Не так много живых и активных членов церкви, которые готовы брать на себя эту ответственность, что-то в церкви делать, что-то в церкви решать. Все предпочитают, пусть как батюшка решают. Вот эта эпоха тотального инфантилизма и безответственности, нам сегодня, как никогда, нужны такие примеры, как Александр Невский. Совершенно молодой человек. Тот пример, который нашему особенно подрастающему поколению просто принципиально необходим. При всем многообразии досуга, первым делом, конечно же, соблюдалась духовная дисциплина. Утренняя молитва у нас в этом году проходила по так называемым семейкам, группам, на которые были поделены участники лагеря со своим старшим педагогом, вожатым в микрогруппах по 5-7 человек. Мы решили опробовать этот формат, который нам посоветовал отец Геннадий Войтишко как раз, с тем, чтобы каждый участник этой группы имел возможность прочитать, сосмысленно сказать свою молитву, не торопясь, ни в толпе, ни где на всех не хватает и где торопят, и эмоциональное напряжение. Литургия, естественно, была уже соборным действием. Проходила она в палатке, без иконостаса, и дети наблюдали со стороны проскомидию, участвовали в пении, чтении вместе с вожатами и педагогами. Такое совершение литургии было гораздо менее равнодушным, нежели порой их можно увидеть в храме, когда они отключаются от общего процесса, либо уходят свои разговоры, либо лезут в телефон. То есть здесь поистине было что-то такое, в этом смысле включенность была в процесс богослужения. Занятия в евангельских группах вели священники лагеря, а гости из Москвы поделились своим опытом подобных бесед вне воскресной школы, например, в поездках. Главное – доступно, интересно говорить о священном писании, о Христе, о евангельских событиях, притчах. Для того, чтобы читать Библию, нужно вставать. Вот, например, Серафим Саровский так читал. Он вставал перед иконами и читал. И вообще он за неделю прочитывал весь Новый Завет. Представляете? Потому что он понимал, что я не могу быть христианином, если я не знаю и постоянно не вспоминаю о своем Господе. Вот для него это было так вот важно. Мы сейчас можем сидеть. Но это не значит, что мы можем как-то расслабиться. Вот. Давайте попробуем внутри хотя бы как-то встать на посту. Эта перепись была первого в правлении Гривини и Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, и города Назарета, в Иудеи, и город Давидов, называемый Вифлеем. Спрашивали также и воины. А нам что делать? Ну, воины, это тоже особая категория. Воин вообще очень часто рассуждает так. А я что? У меня приказали, я пошел. Сказали идти на войну убивать, я пошел. Сказали идти там, я не знаю, еще куда-то, я пошел. У меня как бы маленький спрос, да? Ну, это так и не так, да? И что говорит Иоанн? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалобами. Потом продолжали после их отъезда, смотрели, как дети-подростки рефлексируют на эти темы, как они находят реалии Нового Завета, смыслы Нового Завета в современной жизни. И как обсуждают житейские модели взаимоотношения с родителями, друзьями на основе евангельских ценностей. Как они воспринимают Бога, общение с Богом. Совершенно самые простые вещи. Дружбу, любовь, простые важные человеческие вещи. Как это видеть глазами Христа, насколько нам это доступно, глазами Евангелия. И вот это уже, скажем, такая литургия и евангельские группы. Это верхушка, скажем, это вот такой вот пиковый момент, собственно, по большому счету, ради чего все и организуется. Но подойти к ним глубоко и осмысленно, не создав ситуацию доверия, ситуацию общенности через игру, через бытовые задачи, не получается. В семейном лагере организаторам удалось создать удивительную атмосферу. Неформальную, но в то же время творческую. Именно в такой среде и есть шанс на глубокое и вдумчивое проникновение подрастающего поколения в мир христианской веры. Здесь столько детей, и такие замечательные священники с ними работают. И миряне, тоже взрослые педагоги, как-то прям вдумчиво так с ними работают. И мне кажется, это такое хорошее дело. Удивилось, что это все поставлено так и масштабно, и серьезно, и творчески. И благочестие есть, потому что молитва, литургия. Мне кажется, это просто удивительный пример работы с детьми. Дай Бог, чтобы это продолжалось многие годы, и, может быть, эту инициативу переняли бы другие. Атмосфера лагеря, когда дети могут свободно пообщаться с священником, поисповедоваться, поучаствовать в таинствах. И увидеть такое, ну, сейчас, наверное, редкий вид крещения именно в реке, это, конечно, особенно. Поэтому благодарю за этот опыт. Дай Бог, чтобы с течением времени, с каждым годом лагерь у вас приумножался. И как можно больше сердец детей почувствовали, что жить с Богом действительно намного лучше, нежели без Бога, нежели какого-то невидения. Спасибо за все!